Для Беларуси и Украины нынешний год в определенной степени знаковый. 25 лет со дня установления дипломатических отношений. И как отмечают дипломаты, это время зрелого партнерства. По крайней мере, к юбилейной дате страны подошли без нерешенных или конфликтных ситуаций. Со своим украинским коллегой Павлом Климкиным Владимир Макей встречается довольно часто, как во время визитов в Украину, так и на международных площадках. Теплые отношения двух министров иностранных дел позволяют обсуждать любые, и даже самые чувствительные вопросы во взаимном сотрудничестве. Благо, таких сейчас немного. В Украине у Беларуси репутация надежного партнера. Даже в кризисные времена товарооборот между странами не раз превышал отметку в 6 миллиардов долларов. За полгода 2016-го он составил почти миллиард 400 миллионов долларов. Причем белорусский экспорт втрое превысил импорт из Украины. Активно развиваются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, машиностроения и военно-промышленного комплекса. Сегодня на переговорах главы внешнеполитических ведомств, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, обсудили и даже скорее сверили свои позиции на международной арене. Выстраивание отношений как с европейскими, так и американскими партнерами. И в этих вопросах, заявляют дипломаты, у стран нет разногласий. Может быть, Беларусь и Украина преследуют немножко отличающиеся цели политического развития своих государств. Я имею в виду, что Украина стремится к более тесному отношению с Европейским Союзом. Мы хотим иметь нормальное отношение тоже с Европейским Союзом, но мы являемся членами Евразийского экономического союза. Но самое главное, мы все должны понимать, что это не должно создавать никаких проблем для нашего двустороннего сотрудничества во всех сферах и областях. Наоборот, мы должны найти новые возможности для того, чтобы это сотрудничество приобрело всеобъемлемый характер и чтобы оно было выгодным и для государств, и для народов, и для конкретного человека Беларуси и Украины. То, что Киев и Минск имеют виды именно на долгосрочное сотрудничество, подтверждает и открытие в украинской столице жилого комплекса белорусского посольства в Украине. Это резиденция белорусского посла и квартиры для сотрудников внешнеполитического представительства. Поздравить новоселов приехал мэр Киева Виталий Кличко. Очень надеюсь, что в ближайшее время предложение пришло, смогу официально посетить Беларусь, обменяться опытом, обменяться предложениями и укреплять наши взаимоотношения, сделать их все более прознанными. Сегодня же Владимир Макей провел закрытую встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили обустройство общей границы. Процесс демаркации продолжается и он должен быть выполнен в соответствии с мировыми стандартами. Министр иностранных дел Беларуси встретился также с вице-премьером Украины Геннадием Зубко. Обсудили расширение сотрудничества в транспортной сфере и энергетике. К слову, в ближайшее время возобновит свою работу межправительственная белорусско-украинская комиссия. Кроме того, Минск рассчитывает и на скорейшее назначение посла Украины в Беларуси. Прежний глава украинской дипмиссии был отозван с этой должности в мае 2015 года. В любом случае, Петр Порошенко подтвердил свое намерение уже в самое ближайшее время. Назначить посла Украины в Беларуси, как рассчитывают дипломаты, это поможет решать качественно и оперативно все возникающие вопросы, причем с выгодой для обеих стран. Галина Радевич, Денис Вишневский, Наш Новости ОНТ, Киев.